Доброго дня всем, кто смотрит это видео, меня зовут Лидия, постоянным подписчиком, наверное, знакома моя физиономия по прошлым, но уже прошло некоторое время, я за эти годы последнего постарела в силу некоторых жизненных обстоятельств, волосы отростила, поскольку дочь моя, так сказать, фанатка длинных волос, то раньше у меня была короткостичка, теперь я вот при длинных волосах, правда не знаю, хорошо ли это или плохо, но пока вот так. Может быть из-за свидания, то встреча, надо ходить в парикмахстер каждые два месяца, созваниваться, записываться и так далее. Ну и теперь вот так. Ну и я почему-то долго молчала, потому что вроде бы сказала все, что хотела, рассказала о всех более-менее таких делах, имеющих большой общественный резонанс. Немного о работе исследователя, как таковое, так сказать, закулисное, которое никому не видно, которое опасно и трудно, как мы говорим. Поэтому я лично как-то придерживаюсь такого мнения, но лично у меня такое мнение, что мы можем снимать видео, это на ту или иную тему, это значит, как тот писатель, который не может не писать поэта, который, кстати, из которого выплёскивается помимо, если будешь сидеть тупо смотреть на лист бумаги и на ручку, то ничего тебе не получится, пока на тебя не накатится следовательно. То же самое, как композитор, так, певец, ну и так далее, и то подобное. Конечно, это съёмка видео далека от этих творческих профессий, но тем не менее, сказать мне больше было нечего. Ну и моя дочь Даша, она всегда креативная такая, поэтому не корысти ради, не по моей личной прихоти, а только по её просьбе решила снять этот видеоролик. А начёска следа с того, несколько раз приставала, так сказать, о чём не заговорим, нанеси тебе об этом видео, ну, людям это не интересно, как-то куражу нет, нет, однако не буду. А здесь закончила она очередную вышивку чудесненькую такую, ну, как говорится, ну, и прибираю тут нитки, разлетает, наматывает на лобби, на старшую, если ещё там чего-то, я нахожу в её кабинет, говорю, что чистим пёрышки, ну, а это как, я говорю, ну, как в своё время, я работаю следовательно, чистила пёрышки, ну, а это как, я говорю, ну, вот, начинается потом процесс разборки, уборки, а снимем это видео. Ну, ладно, потому что, действительно, этот процесс занимает достаточно много времени у следователя. Ну, сила, может быть, неорганизованность, хотя достаточно трудно организовать свою работу, потому что масса непредвиденных бывает обстоятельств, когда нужно неизмедлительно бежать на проведение каких-то следственных действий, вылетать на место происшествия, на проверку показаний на месте подзеваемого, обвиняемого, допросить. Ну, и так далее, и тому подобное. Всё это в дневное время, ну, или вечернее, или ночное, если работаешь в городской районной прокуратуре, то, конечно, ты дежурный, тебя в любое время одиночью увидят, и ты должен ехать на мерзкое происшествие когда угодно и куда угодно. Ну, поскольку я работала в республиканской прокуратуре, поэтому, как правило, очень редко мы выезжали дела, в смысле, на месте происшествия для проведения первоначальных следственных действий. Таких случаев было немного совсем, это, я уже рассказывал, это взрыв на металлобазе, куда сводит всяк разный металлолом, и там попали снаряды, где-то в районе Востебакарска, было хранилище военных снарядов, они обязаны были их разрядить, прежде чем закопать, но, тем не менее, оказались неразряженными. А земля имеет свойство, так сказать, выталкивать весь этот металл на поверхность. Вот подобрали люди и привезли на эту металлобазу эти боеприпасы, и при их резке, так сказать, актоген, произошел взрыв, три человека разорвало на пуски буквально, поэтому приходилось, выехали мы лично, потому что тогда уже борьба с терроризмом, а вдруг это террористический акт или еще чего-то, поэтому народу я, как следователь, выехала туда. Туда же и зам прокурора республики, и туда же и министр внутренний ведел, туда же и ФСБ, и так далее, и так далее. То есть толпа такая огроменная. По концовке разобрали, что поначалу, что ротик нормальный, тогда я уже осталась одна и начала там ползать, собрать эти куски. Вот. И еще было несколько таких случаев. В основном это, так сказать, как говорим, получение делов производства земли, то есть из районов городов. Дела, как правило, не раскрытые, то есть по которым не установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемого. Вот. Материалы весьма скудные. Несколько-несколько бумажек, как я на одном из семинаров выразилась, грубо говоря, сопли. И вот начинаешь работать по этим материалам, так называемым, и если получается, контакт, конечно, с оперативными работниками, то проводишь дальнейшее следственное действие. Ну, дело в том, что, дело в том, что, как обычно, как правило, дела попадались сложные, то есть многоэпизодные, по которым много убийств, много обвиняемых по делу. Ну, я уже рассказывала в свое время о банде, так называемой, тогда как-то так получалось у меня всегда, что впервые, впервые, никогда, например, в республике не было таких дел, а тут бандитизм. Мы упали, так сказать, в десятку первых самых по России, даже по Советскому Союзу тогда еще вот-вот он должен был развалиться, вот когда официально занялись, то есть статья бандитизм, раньше его, конечно, и слышать не хотели. В Ростовске передела, так сказать, на отдельное убийство, у нас не бывает бандитизма, и не было никогда вот так в Советском Союзе. Ну, и заказное, например, убийство, там делов-то кучей было, в районе работала, жена заказала мужа, который достал ее до невозможности, наняла для этого человечка и заплатила там маленькую толику денег. Убила его, но убийство заказное, ее же тоже привлекли к голове ответственности за организацию этого убийства. Вот, ну и так далее, это, кстати, впервые, впервые. Все это требует массу времени, и поэтому, так сказать, может быть, есть мнение такое, что следует весь из себя, сидит в кабинете такой, в позе роденовской мыслителя, и раздумывает, как это там дело-то раскрыть, как это тут изловчиться, распланировать и так далее. Недосудка, извините, сидеть в этой роденовской позе мыслителя, надо бежать, причем быстро надо, только позвонили, вперед из песни, бегом, как правило, пешком. Потому что машину с правилами и не было никогда. Ну, а если уж блюсти в уголовно-профессиональный кодекс, а это наш устав, как воинский, мы, руководственцы, при пресс-бурстве, при расследовании любого уголовного дела, только им, и не на ее отступить. Потому что малейшее нарушение какой-то статьи уголовно-профессионального кодекса влечет от собой утрату доказательств, признание ее, так сказать, ненадлежащего качества. То есть источник должен быть надлежащий, оформленно должно быть надлежащий. Но, я вот тут признаюсь, конечно, это, конечно, не преступление, это некоторое украшение, куда деваться, потому что жить-то надо, а времени на это нет, и так работаем с утра до поздней ночи, без выходных, проходных, и отпуск полностью никогда не уходишь, если он, получается, тебе его предоставили. Поэтому очистки перыша. И вот, при расследовании уголовного дела, при производстве отдельных следственных действий, а это, прежде всего, так сказать, откуда, какие источники могут быть, откуда изымаются вещественные доказательства. Это первоначальность следствия, это осмотр места происшествия. То есть при осмотре места происшествия изымаются какие-то предметы, которые указывают либо на виновного совершенства, либо на обстоятельства, на время, на место, ну и так далее, на орудие преступления и так далее и то подобное. И дальше выемка, это должно быть вынесено в постановлении специально о том выемке. И только на основании этого постановления изымается тот или иной предмет, осматривается, при этом какие-то общие признаки его в протоколе указываются. Этот предмет или предметы должны быть упакованы, опечатаны следователем, заверены подписями понятых, которые при этом непременно присутствуют. Ну, а дальше уже, а дальше уже, когда эти предметы оказываются в распоряжении следователя, в его кабинете положено, возникла необходимость, она всегда должна быть возникнут, осмотреть более тщательно эти предметы и посмотреть, что с ними делать. То ли направить на исследование экспертное его, то ли еще чего-то учудить с ним, то есть получить, признать его потом доказательством, если он несет на себе какую-то в себе информационную нагрузку. То же самое при обыске. Поставление в обыске с функционированным прокурором, теперь уже судом. «Ой, добегаешься, пока получишь разрешение на обыск». Правила те же самые, протокол обыск на основе постановления. Все, что мы находим, все, что может относиться к делу, точно так же изымается, упаковывается, опечатывается, зверяется, подпись импанитых, ну и дальше как и так далее. То есть ряд следственных действий, вот это законные источники, так сказать, добывания доказательств, вещественные или какие. Если они добыты иным путем, то они признаются недопустимыми, и судом потом расчет не принимается вообще, как будто их и не было. А бывает, что они очень важны, настолько важны, что в связи с этой утратой, в связи с признанием недопустимости, дело разваливается на куски. Все развалилось, как карточный домик. Ой, обвиняемый выходит из-под стражи, освобождается, и рак троеханик, эван, как получилось. Для адвоката, конечно, это песня, если случается такое. Ну а для следователя, для прокурора это несчастье ужасное, потому что это брак в работе, это ужасно. Это нахлопучки, это взыскание, и другие неприятности, а больше всего, конечно, самой. У меня было такое дело. Ой, так жаль, такое очевидное дело. Вот убийство, от этой правки, с разбоем спряженную, то есть похитил деньги и так далее. И в силу отсутствия подписи фельдшера, как врач использовался при осмотре происшествия, закон он допускается, потому что при осмотре трупа присутствие врача обязательно, если нет судебно-медицинского эксперта, то врач обязательно присутствует при этом как специалист. Ну вот, не было подписи, много дела я получила дело из района, то нет подписи. И все чудесненькое действие провалилось, потому что протокол осмотра был признан недопустимым. Доказательство, а оттуда же все, это труп, это повреждение на трупе, это изъяты следы орудия преступления и так далее. Все, что зиждилось в последующие исследования, это рухнуло, соответственно, рухнуло все остальное. Вот, и больше всего я хочу вот о чем сказать. Это сейчас, ну в моей бытности уже тоже в последние годы, стали в техническом отношении более, более, так сказать, оснащенными. А раньше, положим, 70-80-е годы, было действительное следственное портфель, который хранился в республиканской областной прокуратуре, вот как наглядное пособие, которому следователи на семинарах демонстрировали. Вот, пожалуй, следственный портфель, вот здесь, значит, пенсет, вот здесь активы, вот здесь вот то, вот здесь вот это, и все. Посмотрели, хорошо, закрыли и положили. А на месте, когда ты выезжаешь, на место происшествия, ты один, у тебя нет ничего вообще, вообще ничего нет. Перчатки, если тебе надо, то уж при себе имей, купи их. Если тебе нужен полиэтиленовый пакет, тогда не было вот этими углонами, иди купи, и храни их, как зенец лоб, потому что тебе нужно будет что-то изымать, и что-то упаковывать, чтобы все это было стерильно. Мешки из-под мусора положим, потому что одежда там, какие-то предметы громоздкие, чей же надо куда-то поместить. Обеспечивая себя сам, ну и так далее, и то подобное. И поэтому, особенно когда осмотр положен в месте происшествия, проводится в достаточно неблагоприятных условиях, в тайге, на берегу, так сказать, реки, где-то в отдаленном месте, куда выехали только вот горсточка. Горсточка совсем, а протокол осмотра должен быть изготовлен по закону, по нашему уставу по УПК, незамедлительно, то есть ты осматриваешь, и как тот чукча, так сказать, что видит, а то он и поет низкий мозг. Так и следует. Что вижу, начинается положим от центра, либо с какого-то, и поехал осматривать. Что вижу, то и пишу. Но, не всегда так получается, потому что нет возможности. Что на пенек, а пенека-то нет, чтобы сесть-то и творить этот самый протокол. Понятые спешат, если мы их за собой притащим, потому что в тайге, вы сами понимаете, понятого не найти. Другие специалисты, ночь на дворе, нет возможности, конечно, можно отложить осмотр. До утра, до этого возвращаться, времени надо много, и транспорта у тебя не будет никогда. Прокуртуру, и вообще, моя бытность никогда не было, все время на милиции выречали, да и то в те далекие годы, 90-е, нет ни бензина, если есть машина, так бензина ее, как хочешь, так и добывай он. Поэтому проблем масса, либо жди до утра там в тайге, либо, значит, возвращайся, либо-либо. Ну, следователь убирает путь наименьшего сопротивления. Он осматривается, написать негде, да и времени нет, и возможности нет, и оформляет это сквозь, не замедлить, не замедлить, как требует, пока, а спустя какое-то дело. И вот, проведя вот такую, кучку таких следственных действий, когда двигались уже к концу, к окончанию расследования, готовишь дело. Ты обычно бросаешь в папку протокола, все такие, все такие, назначаешь экспертизы, постановления, то-то, некогда осматривать эти вещи, ай, скорее нужно назначить экспертизу, потому что на это требуется время, они, в общем-то, за месяц должны управиться, у них не получается, у них лоплыв большой, потому что возможностей физических нет, они как бы за два месяца управятся, да и то на коленях умаляешь их слезно каждый раз, поэтому надо скорее, 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 только получил, только изъял, быстренько, значит, как оно есть, и поволок, и спрактично на себе. Но уже потом, так, смотришь дело, так, поехали, все это должно быть как и положено, неосмотрено, оказалось, ну ладно, давай осматривать тогда, и вот, а это только в ночное время, потому что в другое время у тебя нет, я помню, когда мы переехали, на этих визуках всегда куча, причем, должна сказать, что положено, если знаешь, в смысле происшествия, свежего убийства, вещи, которые в крови, либо со следами, извините, спермы, там, либо еще каких-то выделений, ты обязан их, прежде всего, высушить, потому что, сами знают все, что кровь, это такое вещество, такая субстанция, которая загнивает очень быстро, потом она не подлежит экспертному исследованию, поскольку все сгибло, все сгнило, и поэтому, конечно, красота такая, когда приезжаешь с производства следственного действия, и начинаешь, начинаешь все это распаковывать, развешивать, на батарее в кабинете, либо еще, потому что нет какого-то помещения, а кабинетик такой, обычно маленький, уследователь, ну, примерно 2 на 2 метра, там стол, так сказать, приставочка небольшая, куда, я работала, когда еще следственный отдел был в прокуратуре, то есть, вся прокуратура республиканская, в том числе и городская, в одном здании были, то у нас, как бы, вот, горожено такое, и, и некуда деваться, и у меня кабинет был зашит такими, ну, этими, двойка панелями, такими, здесь шкафчик, где бланки, сверху, снизу, бланков много, разных следственных действий, тут зашит, а тут сейф, двухэтажные, там оружие, там деньги положено, там еще какие-то ценности хранятся, куда бедные можно лишь доком деваться, здесь вот, как-то ты должен притулиться, все это завалить, причем, ты должен все высушить, все это дурно пахнет, а следственные действия не ждут, у тебя запланированы, вызваны люди, свидетели, издалека, причем, которые должны приехать, либо еще там, все это крайне неприятно, а куда деваться, а куда детство, потому что деваться больше нет, но в том здании хотя бы был подвал, вот суд, прокурор, то есть Верховный суд, городской суд, Республиканская городская прокуратура, в одном здании, плюс еще отдел юстиции, на первом этаже юстиции, там в подвале, в подвале помещению выделено, например, прокурору Республики, какой-то участок, архив, большие-большие стеллажи, полки, где различные дела, папки, прочие архивные, ну и туда же, значит, вот здесь там уголочек, вот здесь следователи можете веждоки свои укладывать, в принципе, они должны быть под охраной, то есть там помещение, дабы никто доступа не имел, а вдруг утачат какую-нибудь окровавленную тряпку, кто не позарится, вот горе-то будет какое. Вот, но поскольку мы измаем, как правило, при осмотре места происшествия, при обыске вещей достаточно много, так сказать, здесь, ну, у вас, если принципы, лучше перебдеть, чем медобдеть, а вдруг потом будет утрачено, ну, лучше лишку прихватим, а там разберемся уже, надо ли нам, нам не надо, и вот и начинаешь потом разбираться. Боже мой, дерьма-то сколько, всякого разного. Я, конечно, далека была, может, что-то и легенда такая, какие-то 50-60-е годы в начале, будто в Алтайском районе молодой следователь, выехав на место убийства, а убийство было совершено, ну, бытовое, наверное, а убийство было совершено на кровати, там, так сказать, перина была какая-то, одеяло, и вот бедный следователь пёр на себя не только в прокуратуру, перину, одеяло, подушки все эти упаковывал, на кровать за собой приволок. Зачем кровать-то, прокурор спрашивает? Так, место убийства, на кровати же лежал человек, хоть там и перина, поэтому пёр кровать тоже, куда я потом кровать эту осмотрел, да и вернул её назад, если она кому-нибудь, конечно, надо. Ну, или при изнасиловании, то же самое, такую кучу. Эксперты, биологи, по вещественной доказательности, нас на семинарах просто умоляли всегда, ребята, будьте любезны, не тащите нам всё дерьмо, которое вы изымаете, но если под головой труб, подушка и простыня, у него множественная кола утрезанная, или огнестрельная, или черево-мозговая голова вся разбита, и под головой, и под телом всё пропитано кровью, ну, не волочите же вы всё нам. Во-первых, это сыворотки, тратится очень много, это очень дорого и накладно, во-вторых, это работа, это же выдёргивать ниточки из каждого участка, всё это описывается, то есть это очень трудоёмко, но тем не менее, следователь, что я сделал, то нате вам исследуйте, и скажите мне, какая группа крови, чьи, гайрезусы, и он, или не он. Ну, с одной стороны, конечно, при осмотре места происшествия, следователь не имеет права назвать кровь кровь, я уже об этом говорила, мы обязаны в протоколе указать так, пятна бурого цвета, лялого цвета, если она совсем похожая на кровь, если золотое кольцо, видно сразу ничего подобного, кольцо из золотого металла, и так далее, и тому подобное, ну, вот таким вот образом. И вот когда начинаешь чистить пёрышки, то есть к окончанию дела, идёшь, готовишь уже к ознакомлению со всеми материалами, дело так, батюшки не осмотрены путём, то, что потом на экспертизу отправила, надо осмотреть. Вот потом, когда следственный отдел переехал уже в отдельное помещение, ну, то есть весь этаж, шестое у нас в распоряжении был, коридор такой большой, ну, кабинетик, правда, тоже маленький, следователь всегда, очень маленький кабинетик. И вот только выходной, так, выходной осмотр. Приходишь на работу, благо никого нет, не будешь же, извините, расстилать всё это дерьмо в крови, в моче, и бог знает ещё в чём, где-то в коридоре, больше-то негде. Люди ходят, в конце концов, там, следователи другие, и из МВД, и из УВД, и так далее, к прокурорам следственного отдела, или к самому прокурору. Поэтому вот, выходной, когда людей практически нет, вытаскиваешься эти кули, вытрякиваешь их, расстилаешь по всему коридору, и в корачках ползаешь, и пишешь там, все эти предметы, ночная рубашка, трусы, бюстгальтер, там, всё, всё, что есть, всё это должно быть засмотрено. Где потом взять понятых? Ой, ну, люди, конечно, совсем не любят, мягко говоря, связываться с правовидными органами, поэтому, по улице, обычно, конечно, оперативники, бегают, запал дохватывают, любого, если нужен, понятый, то судом не вправе обязывать гражданина стать понятым, да это чисто делать добровольно, а кому оно надо-то? У всех сразу мыслишь, что если пойдешь, там, потом изотаскают, ведь начнут, ну, бывают-то, конечно, понятых раз, накрашивают потом, если возникли какие-то сомнения в протоколе, в содержании протокола, который был предъявлен, судом, ну, вот, и ползаешь потом, постоянно, осматриваешь все это, потом приглашаешь уже, когда протокол готов, понятый, вы видели вот это вот, ну, в принципе, видели, вот, читайте, читать нам не надо, тут все понятно и ясно, ладно, подпишите, и с миром, конечно, это небольшое нарушение, большое даже, но так было, потому что так надо, потому что без осмотра никак, осматривать все время, нет никакой возможности, но, правда, никого это не волнует, ни прокурора, ни суд, никого, если вдруг такие факты скрываются, ну, и, вот, дело закончено, все осмотрено, дело уже предъявлено, для знакомления, обвиняемого, защитника, если такое есть, тогда, все дело, обвинительное составленное дело направлено на суд, и вот остается много-много дерьма, которое к делу никак не относится, которое, следовательно, не признал вещественными доказательствами, не приобщило в качестве таковых, в пользу от них чуть, а его остается очень много, потому что, как я и говорила, изымаем побольше, на всякий случай, вдруг пригодится, вот, а потом, кто одевать-то все это, ну, ладно, там, ценные какие-то вещи вернуть, тем, у кого-то изъяло это вот окровавленное, такое, если кому-то надо, потом все это, конечно, выбрасывается, таскаешь эти мешки, и прочее, и начинается помывка сюда кабинет у меня, это святое дело, закончив дело, уголяя смело, тогда вооружающаяся техничка, конечно, есть, ну, что там она швабрает, тыр-тыр эти, четыре квадратных метра, окна, конечно, моют раз в полгода, но тут уже, раз все выбрасывается, все прибирается, даю мою стены, потолки, окна ползают, на козелек туда, значит, в том этаже, или на шестом, потом выпадываю, все это моется, все это приводится в порядок, и причем, у меня почему-то потребность, такая бывшая жидкая, непродалимое желание помочь своим коллегам, мне часто было так, что следователь, слава тебе, вот был отпуск, наконец-то дождался, наконец-то его отпустили, дела все, значит, распихал, какие можно, все закончил, но, видимо, вот такое, что-то, может, выкинул за ненадобности, но грязь-то все равно осталась, думаю, энергетическая грязь осталась, как человек придет, и будет работать такое, новые дела и прочее, надо все по-новому, и я вот, каясь, потом, в качестве сюрприза, готовил, я мыла, несколько кабинетов своих коллег, следователей, у которых, которые пока были в отпуске, дабы они потом пришли, и чудесненько, так, в чистоте, начинали новые дела, у одного следователя, захожу я в кабинет, а там череп, извините, на подоконнике стоит, но техничка, когда я не ходила, череп-то откуда, дело в свое время было, у меня начали производство, я начинал, все ли убийства, причем, раскиданы в Кемеровской области, у нас там, и еще ряд, вот, ну, а потом у меня, вот эта банда, как бы повалилась сильная, вынуждение бы делать, и передать другому следователю. Ну, вот, один из трупов, после убийства, был спущен в грибную яму, ну, в туалет, говорят, полное дерьмо, вот, на месте, при проверке показаний на месте, указал этот самый туалет, эту грибную яму, куда труп-то он, согрел, надо же как-то его отставать, это один, так сказать, из моментов, наверное, нашей статусической деятельности, сам, конечно, не полезешь, ну, как бы, хотя бы, не брезглию в связи с этой работой, но это уж слишком, ну, 15-суточники выручают, оперативники умоляют, дают, вот, хочешь, тебе с костя, так сказать, несколько суток, надо вот туда спуститься, за тебя на веревках, там порыться, достать оттуда, чего нам надо, типа, труп, который, костей, черепов, которые уже давно сгнили, задаванностью, и так далее, а нам оно надо, все неприметнейшее, нет трупа, извините, и дело, сложно достаточно, с этим, но это самое, череп, конечно, потом отмыли, достали, потому что надо было его на спрестизу, то есть восстановить личность, там, и не так, может, совсем левая трупа, и так далее, вот этот череп там, безлополучный стоит, побольше, чтобы, опять, обморок бы упал, как бы прониклось, это, прибиралось, это, ну, вот, о чем я и хотела рассказать, вот такая закулисная, у нас, которую никто особо не видит, деятельность, вот такая вот связанная, достаточно несносная, я уже говорила, о какой грязливости, то речь-то может идти, опять же, возвращаясь к тому, что, о следственных действиях, которые оформить невозможно сразу, вот, к примеру, потом, у нас, конечно, с прокуратурой, видеокамеры и не было никогда, если она потом появилась, на все районы, извините, дело какой-то особой, общественной значимости, нашумевшее, когда уже сам, как у нас выезжает, и производит съемку, а там, в милиции, да, а там есть одна видеокамера, поэтому, когда вот ту же банду расследовали, то я многие допросы, это еще все впервые, все давно, допрашивала с применением видеозаписи, или проверку, когда на месте обвиняемого, с применением видеозаписи, нужно быть очень осторожным, потому что с полиссией, когда видеозаписи, все непременнейшие, четко по УПК, дата, время, место, кто, где, в присутствии, права, все разъяснятся, ссылка на УПК, и тогда все это, очень осторожно, чтобы не было ни сучка, ни задорога. А где потом, а потом протокол надо писать, и допроса, и вот этого, на месте же не будешь, ее же надо воспроизвести, видеозапись, понятым, извините, непременно показать, как УПК требует, ну куда деваться, домой, хорошо, где плеер дома едет, ну что прокуратуре-то его и нету, а я, извините, тупа в технике, дочь свою приглашаю, поскольку она грамотная, дочка, Дашенька, иди мне, вот привезла кассету, тыкни, на какую кнопочку мне тыкнуть, мне протокол надо написать, и вот я на карачку, значит, сижу на ковре, перед этим виде плеера, приостанавливаю, куда, кричу и нажать, чтобы приостановить паузу, там бежит, показывает, я тебе прошло раз показывала, ты забыла уже, тупа, потому что, спирода, вот так вот, дома, ночером, готовишь эти, все самые протоколы, что потом, предъявить, они же должны максимально быть приближены к содержанию, ну, без занесущины, конечно, все таковое, просплизывать там, или еще чего-то, вот, такие вот моменты были в нашей деятельности, когда мы чистим перышки, так называемые, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания, 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 Ко мне, скажи, хочется кольца Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне Иди сюда Иди сюда